Друзья, мы продолжаем наше путешествие по каньону Дзингов. В вечернее время народу мало. Мы с женой ходим и любуемся витринами. Я решил вам показать различные интересные штучки. Вот тут так украшены витрины, такими интересными вещами, эксклюзивными. Просто можно рассматривать, получать удовольствие. Вот такие предметы. Смотрите, вот телефон. Видите? Я поближе сделаю. Телефон, выполненный в виде унитаза. Блестящего унитаза. Закрывается крышка. Или открывается, если вам надо позвонить. Очень оригинально, да? А вот телефон, выполненный в виде дамских туфелек. Красный телефончик и вот такой. Серебряный, серебристый. Вот тоже в виде губ. Это тоже телефон, но он находится или в виде губ, или в виде грудей. Непонятно. Но он находится в закрытом состоянии. Вот, посмотрите, друзья. Калькулятор. Такой серебристый, из блесток сделанный. Вот, тут мышки тоже такие компьютерные. Вот такие интересные изделия. Вот это, я так понял, две свечки перед нами стоят сейчас. А вот часы в виде самолета. На первом плане. Часы в центре, а там, наверное, давление показывает, да? Или что-то такое, я не знаю. Вот часы в виде рук. Рукопожатие и палец, показывающий, что все окей. Вот такие интересные штучки, дрючки. Вот автомат. Однорукий бандит, да? Ну, это такой, как бы, игрушечный или маленький, уменьшенный. Вот так интересно оформлены витрины, друзья. В Тель-Авивском каньоне Дизенгов. А вот еще посмотрите, друзья. Вот висят светофоры. Это тоже элемент оформления. Вот они даже мигают, видите? И вот Вот мы видим первый этаж. И вот, друзья, посмотрите. Группа манекенов в стеклянном куполе. Сейчас мы приблизим их. Они висят. Удаление. Вот так. Они висят над этажами. Вообще, такой интересный каньон, друзья. Мы уже с вами были здесь. Я уже снимал здесь видео. Поэтому мы не будем подробно дальше все это описывать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.